Добрый вечер Самая радостная и творческая профессия, работники их культуры. В пятый раз вся страна отмечает этот новый, такой долгожданный праздник. Все годы мы несем праздник людям, а сегодня мы с большим удовольствием готовы получить долю внимания и любви от них. Открываем праздничный вечер «Острова творчества», посвященный Дню Работников Культуры. С праздником, дорогие друзья! Наш любимый город в этом году отмечает 20 лет. Он славится Белоярской атомной электростанции, лучшими светлыми умами России, всероссийскими и международными победами на спортивных площадках. И мы рады еще раз подчеркнуть, что победы в разных жанрах искусства давно стали также гордостью нашего города. Любимому городу посвящаю мелодию Александры Пахмутовой в исполнении призера межрегионального конкурса «Храни любовь» академического хора «Фрески». Руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Филиппов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Дорогие друзья, творческие победы давно прославили наш город и работники культуры заслуживают самых высоких наград. Сегодня, накануне Дня работников культуры, у нас есть возможность выразить слова благодарности за творчество, за труд и вручить высокие знаки признательности. Для поздравления и вручения наград приглашаем на сцену главу городского округа Заречный Василия Николаевича Ланских. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне вот очень приятно, что начиная свою трудовую деятельность в новой должности, первым официальным мероприятием послужил именно ваш профессиональный праздник. Гораздо хуже было бы, если бы был, например, День шахтера. Я не знал бы, наверное, что делать в городе Заречном с этим праздником. Итак, дорогие друзья, примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником Днем работников культуры. Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений. Ваша благословительность, спасибо. Мы рады сообщить вам, что на территорию пришли почетные грамоты Министерства культуры Российской Федерации. Итак, прошу подняться на сцену директора музыкальной школы Михаила Кудалова. Это Никитич. Сейчас найдет совпадочность здесь. Это не единственный человек, который удостоен грамоты Министерства культуры Российской Федерации. Есть еще один очень достойный руководитель ансамбля народных инструментов «Карусей» Валерий Михайлов. Прошу подняться на сцену директора музыкальной школы Михаила Кудалова. Не остается продолжить дальше. Благодарственным письмам Министерства культуры и туризма Свердловской области получают Нина Корнилова, экс-директор Краеведческого музея. Пожалуйста, на сцену. Творческое объединение Академии Аталантов, руководитель Светлана Муликова. Эстрадная студия Томми Дэнс, руководитель Ольга Тютрина. Ольга Гелёва, художественная руководитель ЦКДС Романтик. Пожалуйста, поднимайтесь. Катяна Старедина, замначальника по экономическим вопросам управления культурой и спорта и молодежной политики городского округа Заречный. Ариона Арамкина, художник по рекламе, творец культуры Роместник. Подождите, подождите, цветы. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, мы продолжаем праздничный вечер. Надо сказать, что в Большом океане творчества Заречного каждый житель может найти свой остров, где воплодит все свои таланты и мечты. Хотелось бы представить вам первый из этих островов. Это детская музыкальная школа. Основанная школа в 1958 году. В 2013 нам будет 55. Из 21 преподавателя 9 выпускники школы. Тысячи выпускников. Это не шумка. Среди них немало лауреатов международных, региональных и областных конкурсов. Концерты в детских садах, школах. Итог учебной и профессиональной деятельности. Любовь к музыке в глазах детей. А это радость учителей. С молодыми преподавателями шагаем вновь со временем. Возраст учащихся школы от 4 лет. В группах развития смешарики и до... Общаясь с детьми учителя молодеют, им ген-культуры танцуют все. Насколько я знаю, Валерий Михайлов и Михаил Никитич Удалов нашлись. Пожалуйста. Они разыгрывались, люди творческие, простите их, пожалуйста. Это очень важный момент в их семье. Не может быть, не выполним. Пожалуйста, на сцену. Аплодируем, аплодируем. Ну и логично, что свое творчество вам дарят педагоги музыкальной школы. Дарко. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Уважаемые друзья, нам только что пришел поздравительный адрес. Позвольте я вам его зачитаю. Уважаемые коллеги и друзья, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. С Днем Работника Культуры. Желаю вам успехов в трудовой и творческой деятельности. Ведь именно вы создаете и храните культуру. Желаю вам ярких творческих идей и искреннего их воплощения в жизнь. С уважением, коллектив Центра повышения квалификации СДДНД Екатеринбург. А мы продолжаем торжественную церемонию награждения. Почетные грамоты главы городского округа Заречный. За творческий труд и значительный вклад в развитие культурных традиций городского округа Заречный награждается. Надежда Тетенькина, преподаватель детской художественной школы. Наталья Ирыкалова, преподаватель детской музыкальной школы. Василий Филицын, звукорежиссер, паркокультурный родитель. Наталья Иркалова, преподаватель детской художественной школы. Надежда Магадова, художник-потельер Дворца культуры Родинской. Юлия Третьякова, педагог-организатор детской художественной школы. Пожалуйста, проходите на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привите наш искренний поздравления. Проходите на свои места в звездный зал. Спасибо. Спасибо, Николай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А мы продолжаем наш праздничный вечер. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Своё искусство вам дарит один из замечательных островов творчества. Академия талантов. Этому коллективу 15 лет. Его победы на российском и международном уровне всегда радуют заречнице. Свой творческий подарок представляет обладатель двух гран-при на международном конкурсе «Русский сезон в Париже. Крустальная пирамида» Творческое объединение «Академия талантов». Руководитель Светлана Пуликова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Еще прошу обратить Ваше внимание на имя библиотекаря Людмилы Неканоровна Теплых, которую я тоже приглашаю сюда на сцену. Дело в том, что у этой женщины сегодня, прямо в этот день, юбилей ей исполняется 70-е годы. Давайте все поздравим её! Спасибо! Мы занимаемся и места в очевидном зрительном зале. Мы занимаемся и места в очевидном зрительном зале. Спасибо, Дмитрий Владимирович! А мы переходим, дорогие друзья, к следующему острову. К острову хранителей истории. Как вы догадались, речь идёт о Краеведческом музее. Краеведческому музею города Заречного 10 лет. Инициатором создания музея был Борис Сергеевич Левин. Более 4 тысяч человек проходят через залы музея в течение года. Вся деятельность его направлена на создание атмосферы, в которой человек понимает, что здесь его ждут, что ему здесь рады. Сегодня они с полной верностью могут сказать «Мы есть! Мы состоялись!» Аплодисменты острову хранителей истории! Благодарим! Материалы о Великой Отечественной войне занимают большую часть экспозиции. Тема войны отразилась и в творчестве многих коллективов города. Сквозь время так называется сюжет танца ансамбля «Радуга». Первого в городе хореографического коллектива, в котором за 40 с лишним лет раззанималась, наверное, половина нашего города. Итак, обладатели гран-при областного конкурса «Танцующая весна», лауреаты второй степени конкурса «Дыхание весны», хореографический ансамбль «Радуга» и его сегодняшний руководитель Татьяна Чебакова. Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...